Я родилась в конце 1945 года в Ленинграде. Отец был инженером, мама преподавала в институте. От них я унаследовала технический склад ума. Но моя бабушка, бывшая учительница, была очень творческим человеком. Фантазия буквально била в ней ключом. К сожалению, она умерла перед тем, как мне пойти в школу, но успела пробудить во мне тягу к творчеству. Я хорошо и с выражением читала стихи, выступала на школьных вечерах, посещала драмкружки. Я была очень активной. Буквально не знала, куда ее, эту активность, выплеснуть. Все время меня куда-то выдвигали, но на первом месте был театр. В старших классах поступила в театр юношеского творчества при Ленинградском дворце пионеров имени Жданова. Я хотела стать актрисой и никем больше, но, неожиданно для себя, даже не прошла на второй тур театрального института. Это был для меня удар, хотя теперь я безмерно благодарна за это Богу. Мои родители настояли, чтобы я не теряла времени, а поступила в Ленинградский институт точной механики и оптики, который закончили они сами. Я поступила, стала учиться, но сразу поняла, что техника — это не мое. Ушла на первом курсе. Потом меня уговорили восстановиться, и на следующий год я снова пошла учиться. Годы учебы больше запомнились участием в художественной самодеятельности, агитбригадой и народным театром. На третьем курсе вышла замуж. Потом родился ребенок, и весь мой творческий потенциал оказался невостребованным. После института пять лет работала инженером, но душа искала чего-то другого. Кем только не была. И заведующей лабораторией на кафедре родного института, и помощником проректора по АХЧ, и директором студенческого городка, и администратором пригородной гостиницы. Пока, наконец, не оказалось накануне перестройки инспектором горл жил обмена. Вот тут-то оно и случилось. Совесть побудила меня задуматься о Боге. Ведь если Он есть, то Ему не должна нравиться моя жизнь. Надо как-то найти с Ним контакт. Как? Я решила сделать Ему приятное и купить Библию. Мне было сорок четыре года, а я, образованный, интеллигентный человек, регулярно посещающий музеи и театры, читающий хорошую литературу, вообще ничего не знала о Боге. Ничего. Даже то, что в Библии есть, Ветхий и Новый Завет. И я, придя в Никольскую церковь, купила то, что было дешевле. Там были две похожие друг на друга книги с крестом. Одна за пятьдесят рублей, а другая за пятнадцать. Я купила за пятнадцать. Это оказался Новый Завет. Я стала читать, и тут же приткнулась о колонку с параллельными текстами. Поняла, что это какие-то сокращения, но поскольку Ветхого Завета у меня не было, я даже не ведала о его существовании, то я не смогла определить, что это такое. А мой пытливый ум хотел добраться до сути. Бог чудным образом все усмотрел. У нас в гор жил обмене. Работал вахтер, который, все мы знали, был верующим и все время читал Библию. К нему-то я и обратилась за разъяснением. А он пригласил меня в церковь и сказал, что там мне помогут со всем разобраться. Даже дал адрес. Это была православная церковь на углу Моховой улицы и улицы Белинского. Прошло еще некоторое время, и я решилась туда пойти, причем больше из-за того, что мне неудобно перед ним. Сначала я ничего не поняла, войдя внутрь церкви и не обнаружив там привычного церковного убранства. Внутри много народа, все сидели на скамейках. Я пробралась на заднюю скамейку и села. Богослужение началось. Вперед вышел одетый в скромный темный костюм пожилой человек Анатолий Михайлович Дубовик и начал очень понятно и просто говорить о Боге. Потом хор очень задушевно пел. Когда в конце этот странный священник снова начал говорить о необходимости нашего примирения с Богом, я, влекомая какой-то силой, прошла по проходу, встала на колени, обливаясь слезами. Это было 3 февраля 1991 года. А 13 апреля я принимала крещение. С тех пор я с Господом. Через год, в возрасте 79 лет, моя мама, закоренелая атеистка, уверовала и приняла крещение. Я сразу стала активно участвовать в жизни церкви, ходила на все разборы и служения. Почти сразу же уволилась с работы в горжелобмене, так как поняла, что не могу на ней теперь оставаться. Вскоре нашла работу по уходу за пожилыми бабушками. Было очень непросто учиться смирять себя. Потом меня взяли работать в должности поварихи «Христианское общество Библия для всех». И вот именно там Господь дал мне возможность постепенно начать реализовывать свой творческий потенциал. Сначала в свободное от готовки и мытья посуды время стала озвучивать для радио «Теос» рекламу книг нашего издательства. Потом мне доверили самостоятельно их и подготавливать. Еще у нас в городе появилось радио «Мария». Началось сотрудничество и с этой радиостанцией. Сначала передачи о книгах христианского общества «Библия для всех». Потом появились авторские программы, в частности, посвященные жизни инвалидов, например, «Не бойтесь». Начала вести прямые эфиры. Потом стала работать в качестве не только автора и ведущей прямых эфиров, но и координатором по связям с общественностью отвечала за работу волонтеров. С 2004 года тружусь на Трансмировом радио. Еженедельно я делаю три разные передачи. «Когда одолеют тебя испытания», «Моя домашняя библиотечка» и «Люди, взятые в удел». Поскольку их надо подготовить, записать, потом обработать, то большую часть времени провожу не у микрофона, а у компьютера. Кстати, освоила его только в 50 лет. Вот и пригодилось техническое образование. У Бога ничего не бывает напрасно. Помимо передач, которые идут в записи, я веду в прямом эфире семейную передачу «Мой дом и я». Работу свою я люблю и благодарна Господу, что в 68 лет Он дает мне силы и возможности трудиться для Него. Являюсь много лет членом небольшой общины в городе Приозерске в Ленинградской области. Когда не могу туда поехать, то посещаю церковь Логос при Санкт-Петербургском христианском университете. К сожалению, мой муж и мой сын пока еще не веруют во Христа. Молюсь об этом. Прошу и вас молиться. Прошу и вас молиться.